Ребята, всем привет! Насколько было неприятно и болезненно с травмой быть первые полторы недели, настолько же было и приятно читать ваши комментарии со словами поддержки. Я, конечно, в этот раз вляпался крепко. У меня случались моменты, когда спина выскакивала, отдавала в ногу, но на этот раз все действительно, вижу, что серьезно. Хотя, по чуть-чуть, по чуть-чуть, боль отступает. В первые дни, вообще дней 5, спать нормально не мог, спина болела, не мог не сидеть, не лежать, не стоять. Работал вообще чисто на морально-волевых, на каких-то обезболивающих никакой не колол. Сходил на массаж, три раза промануалился, и сейчас началась длительная работа восстановительного характера на станке гиперэкстензии. Я этот станок ненавижу. Ненавижу, потому что я одновременно очень сильно люблю. Ненавижу, потому что я, когда к нему возвращаюсь, тогда уже точно дела с жопой обстоят. И я на нем вешу по три раза в день, выполняя 5-6 упражнений. Это долгая, монотонная работа, иногда с болевыми ощущениями. Ну вот почему-то, как только я исцеляюсь, скажем так, я про него забываю. Забываю к нему подходить, хотя он у меня стоит посреди комнаты, и как бы намек на то, чтобы нужно работать на нем регулярно. Потому что это идеальное средство для восстановления и, главное, для профилактики. Но дисциплина немножко шатается, немножко гуляет. Я с утра делаю зарядку, гирю поднимаю. А вот про гиперэкстензию частенько забываю. Но когда в одно место ужалит, тогда приходится к нему возвращаться. И я решил записать видео для вас, чтобы показать, что же я делаю на этом станке, что помогает именно мне. Потому что, читая комментарии, спасибо вам большое за поддержку. Но и неприятно осознавать, что многие из вас проходили через травму, проходили через годы боли. Закованные в ощущение дискомфорта, в ощущение собственной слабости. Но многие писали, что прорвались через это все. И дай Бог всем здоровья. Я тоже, надеюсь, в этот раз скорее исцелиться и в полный рост показывать еще свои тренировки. Но пока сейчас не об этом. Пока о том, как гиперэкстензию я использую. Я использую ее следующим образом. Я буду делать, все равно мне это нужно делать. И параллельно вам рассказывать, подсказывать основные моменты. Начинаю я с обычных 10 подъемов корпуса. Руки за голову. Вдох, выдох. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Тут торопиться не нужно. Делать нужно вдумчиво. Делать нужно именно на ощущения. И сразу хочу отметить один момент интересный. Конечно, не у всех есть возможность дома установить гиперэкстензию. Работать на ней регулярно. Но, ребята, это лучшие средства профилактики всех негараздов, которые могут возникнуть спиной вследствие подъема отягощений. Поэтому смотрите вам лайфхак, который, я думаю, знают опытные спортсмены. Но новичкам это не помешает знать тоже. Обычный табурет выставляете возле любого закрепленного хорошо предмета. Это может быть столешница, это может быть стол прикрученный, например. Это может быть диван. Выставлять можете стул. У меня он без спинки. Выше, ниже. Может это быть фитбол, кстати. В качестве опоры размещаетесь. Закрепляете ноги и выполняете, по сути, то же самое. То есть, если есть необходимость со спиной закрыть вопрос, неприятный вопрос, то средства найти можно всегда. Ну, у меня тоже, я не скажу, что станок прям какой-то сверх крутой. Он самодельный. Я его взял там примерно за 10 баксов уже на металлоприемке. Поэтому не стоит слишком заморачиваться. Главное тут работать систематически. Если будет идти прогресс, а он у меня, слава богу, тенденция намечается на улучшение, то можно брать эти огощения. Вот мешок лежит, но это на перспективу, пока он только гиперэкстензию прижимает. Я использую резину. 15 раз. Встаем аккуратно. Потому что может из-за того, что мы вверх не сходим, немножечко в голове болтануть. Поэтому нужно быть аккуратным. И что бы еще хотел отметить по поводу упражнения, как делать. Допустим, частенько девочки работают на гиперэкстензиях. Кто-то чувствует бицепс бедра, кто-то ягодицу, им это самое главное. Кто-то поясницу. Вот, собственно говоря, я ставлю так, он у меня здесь тоже регулируется, чтобы перегиб между бедром и корпусом, вот этот карман, находился на краю станка. Тогда мне наиболее получается лучше прочувствовать именно поясничный отдел. И высоту делаю немножко скошено вниз. Можно делать и прямо. Можно приподнять его, делать прямо. Но я прочувствовал, что тут направление подушек у меня такое. И мне как раз в такой позиции работать лучше всего. Делать с круглой спиной, либо с прямой спиной, но это уже индивидуально. И я хочу еще один момент сделать на нем акцент. Очень важно. Я не доктор, ребята. Я вам не рекомендую делать то, что делаю я вслепую. Я свое тело знаю. Я через это проходил уже тоже. Не так это жестко было, но спина периодически слетает. Потому что это с детства проблема тянется. И нужно хорошенько осознавать то, что ты делаешь, чтобы себе не навредить. Возможно, вам эти подъемы и не нужны. Возможно, вам нужны какие-то другие упражнения. Поэтому я лишь показываю то, что делаю я, и то, что помогает мне. Что нужно вам, это уже поиски. Это уже изучение собственного тела. Далее делаю наклоны по сторонам. Биджик статики получается. Начинаю мелкой амплитудой и постепенно увеличу. Руки за головой. Вот. Раз. Два. Это упражнение. Это упражнение иногда я миксую. Иногда делаю его. Иногда делаю вращения. Вот такие. Вот. Они тоже очень хороши. Но это уже, скажем, даже не по ситуации, а по настроению. Но сейчас мне вот эти часики, я для себя их так назвал, наиболее оптимально подходят для того, чтобы спину вот как раз растянуть, что ли. Вот как раз она, находясь в статике, при наклоне очень хорошо тянется. И это идет как подготовительное упражнение для следующего. А следующее я делаю вот такие вот движения. Ложусь. Нобой получается та, которая у меня верхняя. Креплюсь спереди. Другой набой креплюсь сзади. Хорошенько фиксируюсь и делаю вот такие подъемы. Тут хорошо, когда есть подвушное средство, за которое можно схватиться, дабы из этого положения вывести. Вдох-выдох. И то же самое делаю на другую сторону. С вечером сейчас все идет мягенько в спине. Потому что это уже третий раз я подхожу к упражнениям без хруста, скрипов и тресков. Но с утра хрустит абсолютно все. На подъемах вверх-вниз грудной отдел. На вот этих часиках у меня поясничка. А на этих наклонах уже крестцовый отдел прощелкивает. Возможно даже бедро иногда откласснуть. Но собственно говоря вот так через определенный дискомфорт или болевые ощущения иногда прорываюсь дальше. И мне это дает возможность в течение дня быть активным и не подавать виду окружающим, что я сейчас слаб. А это самое главное. Оставаться сильным, когда ты знаешь, что ты слаб. Такая тавтология. Следующее упражнение, ребята, обратная гиперэкстензия. Упражнение очень интересное. Ну, прошу прощения, повернусь к вам пятой точкой. Делается оно вот так. Делается оно вот так. Я его делаю без веса, только в самом начальном этапе. Потом уже добавляю либо гантелью, гантелью между ног, либо беру снова резиночку и прибегаю к ее помощи. Потому что тогда есть растяжение и есть декомпрессия, та, которая мне так необходима. С этими резинами мне как раз очень повезло. Вовремя я ее заказал. Делается он. Делается она. Продолжение следует... Вы можете заметить, что я вспотел. Вспотел, потому что вдумчиво работаю и потому что спина чувствуется. И вот как раз из-за этого идет потоотделение. В общем, моя, можно сказать, идея всего этого, это укрепить мышцы кора. Косые, межреберные, поясницу и, конечно же, пресс. Поэтому упражнения на прессе я тоже добавляю. Иногда это подъемы в висе, иногда это... Не иногда, а чаще. Это работа здесь на станочке, опять же, гиперэкспензия. Вот так залажу на него. Тут главное не перестараться, сильно не перегнуться. И погнал. Аккуратный головка Но здесь, конечно, я делаю больше всегда, чем 10 повторений, потому что работы на пояснице очень много. И чтобы это компенсировать, нужно делать, соответственно, больше работы на пресс. Сейчас я тренируюсь по гимнастике. В зале делаю жим лёжа, подтягиваюсь с весом, отжимаюсь на брусьях с весом, отжимаюсь вниз головой, проработать плечи. И, в принципе, чувствую понемногу из той жопы, в которую я встрял, по чуть-чуть выкарабкаюсь, хотя бы найти более подходящее слово, но более подходящее, а ещё более грубее. Поэтому берегите себя, ребята, занимайтесь вот этими упражнениями, если вы здоровы, не забывайте про них, это будет отличная профилактика. Те, кто уже напоролись, за что боролись, на то и напоролись, те уже, будьте осторожны, не повторяйте этот комплекс слепо, думайте перед тем, как делать каждое из мной показанных упражнений. Не забывайте про растяжку, я очень много тот же тянусь, особенно мне сейчас нравится вот такой вот вариант растяжки. Делаю очень много наклона вперёд, всё медленно, вдумчиво, чтобы уходила зажатость, потому что здесь много работы, и нужно, чтобы мышцы должны быть пластичными и эластичными. Это только мои догадки сегодня, ребята, были. Спасибо ещё раз большое за поддержку, и пишите свои идеи по поводу того, что я делаю. Если что-то делаю неправильно, пишите, потому что для меня сейчас очень важно быстрее стать в строй. А на сегодня всё, ребята. До скорых встреч, буду продолжать делать видео пока вот такого реабилитационного характера. До скорых встреч, пока-пока.